На третьем этаже Дворца культуры Видное существует настоящая сокровищница. Две небольшие комнаты вмещают около тысячи сценических костюмов, головных уборов, аксессуаров и обуви. Всё в блёстках, золоте и шелках. И заведует всем этим богатством Татьяна Бакай. С 1991 года под её чётким контролем наряды творческих коллективов учреждения, большинство из которых сшила она сама. Конечно, Дом культуры закупает костюмы. Не много, но закупает. Но на все танцы не закупишь. Поэтому на малышей практически шью всё время я. От художественного вкуса костюмера во многом зависит успех выступления. Татьяна Степановна привыкла доводить свои произведения до идеала. Вспоминает случаи, когда для номера хореографического коллектива нужно было шить новые костюмы буквально за несколько дней. Танцевали в парке. А для открытой площадки на улице нужны яркие и эффектные образы. Я быстренько сшила комбинезоны. Выступают в парке у нас девочки, танцуют. Смотрю, ну что ж так бледненько, ну что ж так мне не нравится. Приносят, я сажусь, делаю аппликации. На следующий раз, значит, аппликации выходят с этими аппликациями. Мне это всё равно не хватает. Сажусь, расшиваю блёстками. Выходят. Вот теперь нормально. Татьяна Бакай признаётся, вдохновение приходит внезапно. Руководители коллективов делятся с ней идеями, в каком образе они видят своих артистов на сцене. А костюмер воплощает фантазии в жизнь. Одним из главных своих шедевров считает костюм Кикиморы. Вот костюм Кикиморы, да. У нас был другой такой, прям чуть ли не больное платье. Ну какая Кикимора в больном платье, да? Я думаю, угу. Я шила когда-то это зелёное платье. Надо пришить аппликации, травы. Ну и получился шикарный костюм Кикиморы. Перед праздниками, когда много мероприятий, приходится шить наряды для нескольких ансамблей сразу. Татьяна рассказывает, легко работать с хлопчатобумажными тканями, а вот сложнее всего с лёгкими и воздушными, такими как крепсатин и органза. С шифоном очень сложно. У нас есть костюмы, танец называется «Весточка с фронта». И они пошиты, эти платья, из шифона. Юбки я делала двойные, лифа, конечно, нет, а юбки двойные. И шифон, он очень ползёт, тяжёлый очень материал. Но зато, когда наша хореография танцует где-то на конкурсах или где-то, все спрашивают, а где вы брали такие платья? Ну, костюмер нам сшила. Татьяна Бакай сама выступает на сцене. С 1977 года она участница театрального коллектива «Твит», но также много лет играла сказочных персонажей в детских спектаклях. Играла и Снегурочку, играла и Листом, и Привидений, Кикимор. А потом я доросла до Бабы Яки. И много-много лет я играла Бабу Ягу. Теперь я уже ушла на пенсию как Баба Яга. Для Татьяны Бака её работа – смысл и образ жизни, и настоящее призвание. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.